Средство на четверть танка, военная помощь США Армении на 2021 год. Политика, 30 мая 2021 года, 16 часов 4 минуты 1095 секунд. Армянское лобби, управляемое Национальным Конгрессом Армян Америки, Энче, столкнулось с серьезным репутационным ущербом. Несмотря на раздутый бюджет организации, оказалось, что Энче практически не в состоянии оказывать какого-либо влияния на американский истеблишмент. Согласно заявлению Энче, администрация президента США Джо Байдена предлагает предоставить военную помощь Армении в размере всего лишь 600 тысяч долларов на 2021 год. Выделенные средства в нынешних реалиях являются без преувеличения копейками, которых, если выражаться военным языком, еле-еле хватит на четверть танка. Потому что даже поддержанные советские танки сегодня стоят как минимум 2,5 миллиона долларов. Об восстановлении армянской армии, которая была разорвана в клочья по итогам Второй Карабахской войны, даже и говорить не приходится. Но это только часть провала армянского лобби. Энче в прямом смысле слова пришли в бешенство, когда в проекте пакета помощи Армении не упоминается так называемая НКР. Примечательно, что армянское лобби с помощью проармянских сенаторов и представителей США вымаливало у администрации Байдена предоставить как минимум 100 рублей в виде помощи Армении и карабахским сепаратистам. Но американцы проигнорировали большие хотелки армян. Предложенная администрацией Байдена сумма в условиях гуманитарного кризиса в Карабахе и Армении далеко не отвечает потребностям, с которыми столкнулись десятки тысяч армян. Негодует исполнительный директор Энче Арам Амбарян. Вышеперечисленное говорит о том, что многочисленность и внушительные ресурсы армянского лобби не способны повлиять на американскую политику в нашем регионе. Армянские общины за рубежом, которые уже долгое время занимаются антиаз шестидесятианской деятельностью под прикрытием лоббирования, потихоньку утрачивают фейковый имидж всесильного армянского лобби. Никакое оно не всесильное, а...